Добрый вечер! На щелкосом телевидении диалог православия. Мы в прямом эфире. Вы вместе со мной можете задавать свои вопросы священнику Русской Православной Церкви, настоятелю Николы Беряковского монастыря Игумену Евмению. Добрый вечер, отец Евмений! Добрый вечер! Ну и по нашей уже доброй традиции предлагаю начать с прочтения отрывка Евангелия, который будет читаться на богослужении в воскресенье. В храме читается на церковно-славянском, мы с вами на русском языке, чтобы было понятно. Но те люди, которые придут на божественную литургию в воскресенье, им будет уже все понятно. Итак, начин будет отрывок Евангелия от Луки, глава 8, стихи с 41 по 56. Послушаем Евангелие. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицались, Петр сказал, и бывший с ним, наставник, народ окружает тебя и теснит, «И ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал, «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей, «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему, «Не бойся, только веруй, и спасенно будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, и Анна, и Якова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал, «Не плачьте». Она не умерла, но спит. И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и, взяв ее за руку, возгласил, «Девица, встань!» И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Итак, мы видим два чуда, если коротко. То есть исцеление женщины болящей и воскрешение дочери Иаира. Когда Господь возвратился из страны Годоринска, и где Он исцелил Бесноватого, мы как раз с вами рассматривали в прошлой передаче, и в воскресенье читался отрывок Евангелия, ожидало множество народа. По разным причинам. Кто-то чудес, кто-то из-за учения. Но это, наверное, единица, кто из-за учения. Господа ждал. Наверняка, может быть, были какие-то и другие чудеса в той толпе, но через страницы Евангелия до нас дошли только два этих вот чуда в той толпе. Что объединяет вот эти случаи, почему о них так подробно описывается, и какой нам вывод нужно сделать? Ну, конечно же, было больше чудес. И Иоанн Богослов пишет даже, что, я думаю, всех пишемых книг всего мира не хватит, чтобы описать то, что сотворил Господь в своей земной жизни. Но эти два чуда, они, конечно же, являются собой много духовных таких прозрений и откровений, которые Господь хотел показать своим ученикам, и поэтому так и совершилось. И здесь мы видим, что первостепенно Господь начал свое движение в этой толпе, в которой были и иудеи, и язычники, и огромное количество людей со всех, даже от Тира и Сидона, то есть это чисто языческие были, не исповедовавшие иудаизм, да, и ветхозаветную религию. Люди жили там, и за Иорданской стороной тоже жили неевреи. Поэтому всегда с ним ходила толпа около пяти тысяч человек, как минимум мы читаем только мужей. Было, когда Господь хлебами накормил пять тысяч мужей, кроме жен и детей. Представляете, какая толпа? Там может быть десять тысяч, пятнадцать тысяч. И вот в этой толпе Господь находился всегда, все время в своей проповеди. И большая часть из этой толпы, конечно же, приходила не за вероучением, не за каким-то поиском истины, а чтобы исцелиться, чтобы некоторые, может быть, увидеть какое-то чудо, потому что были и любопытствующие. И, может быть, единицы только из этой толпы были те люди, которые действительно хотели найти себе ответ на вопрос, ради чего мы живем, какова истинная вера, кто есть Бог, истинный Бог, каковы пути к спасению души, каковы должны быть возможности богообщения. То есть вот эти вопросы, которые задают себе люди в поисках Бога и спасения, тогда тоже задавались, конечно же, но не большинством. Большинство людей жило в своих трудах, в своих напастях, в своих болезнях. И они от этого и приходили, чтобы облегчить свою участь, ну, в данном случае, наверное, больше всего от болезней. Хотя и сейчас, если смотреть на приходящих в храм, сейчас, я думаю, процентов 80, если не 90, приходят в храм от каких-то скорбей, от каких-то болезней, тягот, теснот. У кого-то работы нет, у кого-то кто-то заболел или сам он болеет. Кому-то какую-то решить задачу, там, судебным процессом надо. Ну, в общем, всё в основном из-за тесноты, скорби и бед каких-то. То есть, можно сказать так, от кнута. Не пряником, не по-хорошему, не в поисках истины. А убегая от какой-то скорби, тесноты, люди и сейчас приходят к Богу. Прилагаю более подробно и детально нам разобрать эту притчу. Итак, представим, да, перенесёмся в те времена, вот, к тем людям. Господь, к нему подходит начальник синагоги. Мы даже, до нас дошло его имя, Эйр. Оно какое-то имеет значение? И почему именно начальник синагоги? Не просто человек, а вот начальник. Ну, я думаю, поэтому и сохранилось это имя, потому что он был большой человек для той местности. Синагога – это дом, в который собирались и евреи, и иудеи, которые жили в округе, в окрестных городах и приходили туда, чтобы помолиться, чтобы почитать Священное Писание, чтобы пообщаться с верующими. И управлял всем этим процессом, конечно же, и Айр. Мало того, от него зависело множество проблем и вопросов, решаемых среди верующих иудеев, так как он был, можно сказать, законоучитель той местности. То есть это большой человек. Это, если сейчас сравнить с нашей церковью, то есть у нас епископат. Я думаю, Эйр, где-то уровень, как минимум, епископа у него был. Хотя он, может быть, не был служащим, но управляющим синагогой – это очень такой знатный был чин для того времени. Потому его имя и сохранилось в повествовании. Оно как переводится? Перевод, по-моему, светлый, вот что-то со светом связанное, светонесущий, то есть вот такое имя. И, кроме того, конечно же, через это мы видим, что сам законоучитель, первый из верующих в той местности, пришел к Богу. Хотя мы читаем в других местах Евангелия, что все пересвященники, законоучители гнали Христа. Наверняка и ему была такая, можно сказать, разнарядка прислана из Иерусалима, что если вот увидишь, то ты с ним не то что не общайся. Ты его гони и всем говори, что его слушать нельзя. Потому что эта договоренность была уже разослана по всей территории израильского государства. И, естественно, борьбу возглавляли законоучители и первосвященники. И мы здесь видим, насколько меняет человеческое мировоззрение беда, скорбь. То есть мы всегда боимся беды, всегда к ней относимся с отрицательной точки зрения и не хотим, чтобы с нами что-то произошло. Но вот здесь мы видим, что именно из-за беды, из-за того, что дочь была при смерти, человек кардинально поменял свое мировоззрение. То есть он до этого, ну как минимум... То есть все его знания оказались бесполезными? Они были и бесполезны, и вредны. То есть они, оказывается, мешали богообщению. Те знания, те умения и те наставления от вышестоящей организации для него оказались вредными. Он их, так сказать, отмахнулся от них и пошел напрямую договариваться, можно сказать, с Господом о спасении своей дочери. То есть для него вот эти все частности и внешние, так сказать, поведенческие моменты были отброшены. И осталось только что любящие свою дочь сердце отца и надежда и вера на Бога. Все-таки вера в нем сохранялась, иначе бы он не смог прийти. Да, возможно, как-то толкует, что, вероятно, Иаир мог быть одним из тех старейшин, которым мы тоже читаем в Евангелии, сотника, слугу, когда исцелели. Может быть, он был среди тех, кто видел это чудо. Да, был еще один случай, когда в Капернауме обратились к Господу старейшины синагоги, попросив за языческого сотника. Сотник – это офицер высшего чина римской армии. Что вот этот сотник нам помогает в нашей синагоге, построил нам синагогу. Остатки этой синагоги, кстати, до сих пор стоят в Капернауме, ее можно увидеть. То есть той самой синагоги, в стенах которой Господь исцелил Сухорукова в воскресный день. Это вот удивительно. Рядом с этой же синагогой находятся остатки дома Тещи Петровой, где Господь исцелил Тещу. То есть вот удивительно, можно просто прикоснуться к фундаментам и к стенам. Синагоги, стены сохранились, то есть красивые, белокаменные. И постоять на том месте, где стоял Сухорукий. И Господь ему сказал, протяни руку твою, и она исцелилась. Так вот, тот, кто строил эту синагогу, сотник, он был римский гражданин, римский офицер, богатый. И он, я так понимаю, участвовал финансово в строительстве синагоги. Поэтому за него эти старейшины заступились, попросили Господа. И, скорее всего, после того, как они увидели, что действительно Господь исцеляет, и это как раз и внесло в них веру. Хотя они боялись это открыто проповедовать, но вера в душе появилась у него. Да, можно отметить, наверное, такой момент, что он бросился к ногам Господа, да? То есть такой высокопоставленный начальник. И тут идёт Господь в образе нищего странника, да? И он ему бросается в ноги. Здесь же можно, наверное, вспомнить тот момент, когда Закхей тоже, да, залез на дерево. Ему было уже всё равно до своей репутации, лишь бы увидеть Господа. Да, Закхей это же был начальник, моторей, то есть налоговая служба, начальник, да, в Иерихоне. Представляете, начальник налоговой службы какого-то города, который, ну, очень большой имеет, так сказать, власть и почёт, вдруг залезает на дерево и оттуда смотрит, где же там Христос. То же самое и здесь, только там такой высокопоставленный чин на дерево залез, а здесь высокопоставленный чин бросился в ноги и на коленях умолял о своей дочери. Вот это, конечно же, показывает, что всё-таки вера во многих из князей, так сказать, я так в общем их назову, князей израильских, вера была, они её просто скрывали из-за страха иудейского, что их отлучат, что они потеряют свои места работы. И самое главное, Господь их видит, да, то есть в их смирении, вот для того, чтобы Господь нас увидел, нас увидел, нужно нам смириться. Удивительно, да, но Господь их принимает и им, так сказать, исполняет их желания, которые действительно от сердца исходят по вере, их Господь и даёт. По вере вашей, да будет вам, Господь так и говорит. Но то же самое и с нами, конечно, можно это же перенести на нас, то есть мы тоже, есть и простолюдины, есть и какие-то средние, там, так сказать, образ жизни ведущие, кто-то высокопоставленные. Но пред Богом мы все равны от бомжа до президента, мы все одинаковы пред Богом. Господь не смотрит на лицо, Господь смотрит на сердце. Что здесь и происходило? Почему Закхея Господь увидел? Да потому что он искренне от сердца хотел, вот… Искал истину. Да, хотел услышать от него истину. Господь сказал, я иду к тебе домой, слезай. Почему я Ира услышал? Потому что я от сердца, по любви к своей дочери, от сердца вызывал Господа. Господь его услышал. Поэтому всякий пред Богом будет высок в своих молитвах, если они исходят из сердца. По вере. Что происходит дальше? Господь соглашается идти к начальнику синагоги, всё, они идут, и тут вдруг подбегает женщина. Я представляю состояние отца, который торопится. Быстрее, быстрее, да, как скорая помощь. Тут начинается новая сюжетная линия для нас, да, уже другая история. Вот почему Господь останавливается, почему Он не торопится? Ну, Господь вообще не торопится и никого не торопит. Да, мы даже такую поговорку знаем, что торопит только сатана. Господь даёт время подумать. И вот здесь мы видим, что Господь также отстраняет на некоторое время и Аира и обращает внимание на женщину в толпе, к нему прикоснувшуюся. Повторюсь, с Господом ходили несколько тысяч человек одновременно. Естественно, все пытались к нему проникнуть, толпились, давка была естественная вокруг него, о чём потом мы читали, что апостолы… Пётр спросил, да. Да как же, Господи, кто ко мне прикоснулся, да к тебе тысячи прикасаются в этой давке. И вот почему Господь остановился среди этих тысяч прикосновений и избрал именно это прикосновение? А потому что оно было прикосновением не любопытства, не случайное это прикосновение, не каких-то других там желаний и моментов, а прикосновение просящей веры с упованием, просящей женщины. И Господь ответил, почему Он остановился на этот вопрос? Потому что ко мне прикоснулся кто-то, и я почувствовал, что из меня вышла сила, исцеляющая этого человека. Это сам Господь ответил на этот вопрос. И мы понимаем, что, конечно же, Господь знал ещё до рождения этой женщины, что это будет встреча, это будет прикосновение. Её, кстати, как вот в описание дошло, звали Вероника, да, то есть она получается святая небесная покровительница Вероник. Всех Вероник, да. Она потом мученицей стала, за Христа пострадала. Удивительно, да. Это имя до сих пор у нас, так сказать, очень популярно среди женских имён. Вероника, очень красивое имя. И мы понимаем, что случайностей в Божьем промысле не бывает. То есть он не случайно остановился, не случайно он оставил отца дочери в стороночке. Может быть, как в случае с четырёхдневным лазарем тоже, да, он остановился, чтобы убедились, что она умерла, что произошло чудо. Ну да, с лазарем там жить совсем было интересно. И пришёл гонецк, сказал, ждём, вот лазарь при смерти, приходи. А Господь ещё три дня спокойно находился на том месте, где он с апостолами на тот момент пребывал. То есть он не поторопился. И здесь он не торопится. Господь знает, что ему не надо торопиться. Он в любой момент может воскресить уже разлагающийся труп лазаря четырёхдневный. Воскресить девицу, если она уже умерла. Мало того, он даже специально это делает. Для чего? Мы помним, что все события земной жизни Господа, они не случайны, они поучительны. И через них Господь учит апостолов, через апостолов нас и всех, кто соприкасается с Евангелием. Так или иначе, Он учит нас духовным законам жития. И здесь, если человек уповает, а Иоир с упованием пришёл к Господу, тогда он подождёт в своей молитве, постоит рядом и подождёт Господа, и его решения, и его помощи. Он будет ждать, сколько нужно, но не перестанет уповать, веровать и просить. Вот именно здесь это и произошло. Ну и, конечно же, если бы дочь была ещё жива, и Господь её исцелил, это как бы один эффект произвело на апостолов. А если дочь уже умерла, все убедились в её смерти, уже оплакивали её, а Господь её воскресил из мёртвых, это совсем другой эффект. Это эффект, можно сказать, разорвавшейся бомбы произошёл. То есть просто все в шоке были. Как? Она же была трупом, мы уже её готовили, так сказать, отходные молитвы над ней читали, готовили к погребению. Начинали готовить уже. И вдруг она встаёт и кушает, и ходит. Конечно же, для этого Господь тоже подождал, чтобы эффект от его проповеди, от его чуда был максимальным на все души участвовавших в этом людей. Вернемся к нашей женщине. Кровоточивая. То есть что это за болезнь? То есть это женская, получается, болезнь? В то время что каралась, наверное, за такое? Ну, женщины считались в нечистоте, когда у них даже обычный цикл, женский цикл происходит, и к ним даже прикасаться нельзя было, и их просто держали в отдельной комнате. То есть они не имели права прикасаться никому, и к ней никто не имел права прикасаться, под страхом того, что осквернишься, и не сможешь войти в храм, и тебе надо будет приносить определённую жертву за то, чтобы очиститься от этого осквернения. И если женщина сама это делала, то есть её наказывали, очень жёсткие наказания были. Вплоть до смерти, если там какие-то умышленные были моменты. Здесь же не естественное женское очищение, а противоестественное, болезненное. 12 лет она была в нечистоте. Её изгнали уже, я так понимаю, из жилища, естественно, то есть с ней никто не общался, она была изгоем. Поэтому она и по пути бросилась. И поэтому она в толпе, где можно было скрыться. У неё не было шансов приблизиться к Господу открыто. Она сзади подошла, прикоснулась, так, чтобы никто не видел, аккуратненько, и так же скрылась в толпе. Если бы Господь её не окликнул, она бы так бы и ушла исцелённой. Сейчас немножко отступление. Мы пока таких вопросов деликатных, да, коснулись. Сейчас насколько женщине ей можно, вот в такие дни особо, приходить в храм? Сейчас тоже есть ограничения. То есть нельзя причащаться, нельзя прикасаться к святыням. Но в храме можно войти и стоять, ну, в задней части храма, там, в притворе или где-то сзади храма, не соприкасаясь с иконочками, с крестным знамением, то есть совершенно не прикасаясь к святыням. Вот так. То есть это определение уже новозаветной церкви. Ветхозаветной церкви, как видите, было более жёсткое определение. Поэтому мы понимаем, что сейчас Господь милостиво ко всему этому относится, но причащаться нельзя. Что символизирует вот эта болезнь кровотечения в Евангелии? Ведь на самом деле могла быть любая другая болезнь представлена. Действительно, кровью истекающий человек, он всегда, как бы, с сожалением к нему, да, испытываешь жалость, что вот человек практически умирает, медленно умирает, и, естественно, это касается телесного, да, такого кровотечения. Но ведь также человек может умирать и духовно, и очистить... Кровоточащие язвы, грехосердце нашло. Язвы, да, и духовные, они также кровоточат. И даже есть такие фразы, Боже, очисти меня от кровей, да, то есть мы считаем, что от кровей каких? Не телесных, а духовных. То есть мы понимаем, что здесь уже кровью, так сказать, источает уже душа наша. Она уже не слезы, а кровь источает, когда мы ее раним теми или иными страстями, теми или иными грехами. То есть порез может быть и телесный, а порез может быть и духовный. И это все, к сожалению, мало кто учитывает, к сожалению. Вот мы часто знаем, что бывают такие самоубийцы, которые себе вены вскрывают, и нам их очень жалко. Мы говорим, да что же они такое делают, да как же это можно, да так же нельзя, ну надо жить, надо бороться. Но когда человек такие же, можно сказать, духовные вены на себя вскрывает уже в душе своей, мы не обращаем на это внимания. Каким образом это происходит? Когда человек деградирует от той или иной страсти, от алкоголизма, от наркомании, от блуда, от чревоугодия, от гневливости, от уныния, это все... Осуждение, это наш любимый. Это все те же самые раны, кровоточащие, только не на теле, а внутри, невидимо, на душе. И от этого человек также страдает и теряет силы, что самое страшное. Вот как тело теряет силы, когда из него кровь выходит, так же и душа теряет силы от каждой из этих ран. Кроме того, раны могут наносить еще и другие, когда кто-то неправильно кого-то оскорбит, кому-то нанесет какую-то болезнь, язву сердечную, грубым словом, грубым действием, какими-то другими моментами, манипуляциями, обманами или еще чем-то, когда супруги предают друг друга. Это же все раны, которые кровоточат. И через это тоже человек теряет силы, впадает в уныние, и в итоге вплоть до самоубийства доходит. И здесь мы, конечно же, должны это учитывать и духовные раны, стараться исцелять пластырем чем? Любви, милосердия, терпения и помощи духовной, то есть через молитву, через какое-то... Ну просто выслушать человека уже будет помощь, уже будет польза. Да, и по примеру, да, ивановская женщина, только вбегав Господа Иисуса Христу, мы можем исцелиться. Ну, как мы не можем исцелить рану телесную без лекарств определенных, так же мы не можем исцелить рану духовную без определенных лекарств, которые не в наших руках, а в руках Божьих находятся. И здесь мы понимаем, что нужен врач духовный с духовными лекарствами, а это и есть те таинства, которые Господь в Церкви преподал. Это и соборование, оно исцеляет раны душевные, это и исповедь, это и причастие, это и молитвы, это и просто беседа, даже духовная беседа уже душу окрыляет, уже легче человеку становится. Если с ним просто выслушали, побеседовали, его, так сказать, ну, поняли в его проблемах и страданиях, и, может быть, предложили какой-то выход из них. Да. Женщина прикоснулась к краям одежды Господа. Что символизируют эти края одежды и какие края одежды? Ну, это воскрылия, да, одежды, то есть это такие религиозные кисточки, которые были на одеждах каждого верующего еврея в те времена, которые были символом веры в Бога. И они были призваны напоминать каждому верующему еврею о Боге. Эти кисточки, ну, находились где-то на рукавах, я так понимаю, и они были определенным образом сплетены и закреплены, и вот именно к этим воскрылиям, собственно, и прикоснулась Вероника, да. Соответственно, сейчас у нас на одежде такого нету, мы не носим таких напоминаний, но у нас есть крестные знамени, которые мы носим в... Иконы. Да, у нас есть иконочки, но мы на себе иконочки не носим, хотя, может, и образочек носим. Это тоже образ, который нас укрепляет в вере, который нас защищает, но вот у них не было крестного знания, у них не было иконочек, поэтому они вот эти кисточки носили. У нас сейчас вот такая, другая как бы традиция есть. И, конечно же, то, что мы прикладываемся к крестному знамени, к иконочкам, к образку своему, да, прям берешь и прикасаешься, это все производит определенные укрепления для души, в вере укрепления, в уповании на Бога. Это, конечно же, символизм носит определенный, но, и воздействие на душу. Потому что без крестного знамени мы бы не спаслись, и мы знаем, что крестные знамени и иконочки отгоняют силу бесовскую. И для этого мы, собственно, в том числе это носим на себе. Да, и как говорит святитель Сеофан, затворник, да, для нас чувственных необходимо, чувственное такое восприятие, да? Ну, костыли такие, как бы, да, что вот мы не можем верить в невидимого Бога, нам надо его увидеть, как ребенку, да, надо увидеть, и потом через это видение познать, и потом уже углубиться в невидимую часть существа Божьего. То же самое и здесь. Мы сначала приходим к видимым символам и знаком, то есть к кресту, к иконочкам, к другим святыням, к мощам, к храму, а потом уже через это приходим к невидимому Богу, и уже входим в духовный мир. Почему Господь спрашивает в толпе, кто прикоснулся? Разве он не знал? Ну, конечно, знал. Но Господь, я уже сказал, что Господь знал Веронику еще до ее рождения. И вся эта ситуация, она была ему известна еще за много времени до этого. Но воскрикнул он это для апостолов и для окружающих людей, чтобы это чудо не осталось в туне, то есть в тайне. Никто о нем так бы и не узнал, если бы он не воскликнул. И показать ее веру, наверное, да? И ее, конечно, привести к вере. Не только ее веру показать. И на этом многих укрепить в вере и как бы пример такой для подражания сделать. Но и для того, чтобы самой Веронике сказать, ты дерзай, черь, да, как Господь ей сказал, вера твоя спаси тебя. То есть ты правильно все сделала, такими, я могу перефразировать эту фразу, ты все правильно сделала, не беспокойся, иди в мире, то есть ты теперь исцелена, все у тебя будет хорошо. Потому что если бы этого не было, то она бы могла бы по мнительности женской так и продолжать думать, что она незаконно прикоснулась, она нарушила законы иудейские и там осквернить могла Господа. Господь сказал, ты все правильно сделала, дерзай. И, в общем-то, и у нас, наверное, тоже такое, да, дерзновение поощряется Богом, когда мы вот настаиваем в просьбе. Ну, Господь в Евангелии очень многих, так сказать, в дерзновении поддерживал. Когда Петр воскликнул, Господи, если это ты, который по воде шел, да, на Галилейском озере, если это ты, повели и мне прийти к тебе по воде. Это же дерзновение было Петра. Как Господь к нему отнесся? Конечно же, с благорасположением сказал, иди. И Петр пошел, но стал утопать по своему маловерию. Господь его спас. Но через это все-таки Петр сделал несколько шагов по воде, что было просто величайшим чудом. Ну, кто сейчас может по воде пройтись? Да никто. А вот Петр прошел, хотя и несколько шагов, но он прошел все-таки. И это были шаги младенца в духовном, так сказать, смысле, который в дальнейшем созрел в мужа, и на основании которого Господь создал церковь. На семь каменей я созижду церковь мою, да? Петр, камень, в переводе. То есть этих моментов очень много, и мы видим, что Господь к дерзновению относится благожелательно. Поэтому всякий из нас должен дерзновенно в молитве к Богу относиться. И даже Серафим Саровский, по-моему, говорил, что почему сейчас нету таких чудес, нету такого, вот как в первые века христианской веры, такого огромного количества святых и чудотворцев нет. Потому что нет дерзновения, как он говорил. сам преподобный с дерзновением всегда молился, и посмотрите, какие чудеса творил. Ну и может быть, я тоже читала такое толкование, что чудеса в свое время были явлены, когда они были нужны в то время, когда открывать. Сейчас у нас все уже явлено, все открыто, вот мы с вами Евангелие здесь проповедуем, да, вы проповедуете. Но сейчас такое время, когда нужно только терпеть, что мы внутренними скорбями спасаемся. Единственное, что это терпение. Ну, это тоже, я думаю, вполне уместное замечание, потому что действительно каждое время для человека, живущего в этом мире, каждое время его возраста, оно имеет свои какие-то определенные качества. В малом возрасте нам нужны внешние игрушки, какие-то машинки, то есть, что можно пощупать, разобрать на запчасти, посмотреть, что внутри. Потом они более, так сказать, виртуальными, мы книги читаем, а сейчас вместо книг вообще в интернет уходим, там вообще ничего не пощупаешь, там только мы видим. А когда человек уходит уже в молитвенное, так сказать, делание молитвенное, то там еще более тонкие, так сказать, материи человек начинает ощущать. Также и с человечеством, когда оно было младенческим на первые века христианства, то нужны были вот такие явные чудеса, как там происходили от мучеников за веру, от преподобных, от апостолов, чтобы веру распространить на огромных пределах и Римской империи, и далее ее, даже до Индии, да, апостол Фома дошел. А сейчас мы, уже зная этот опыт, веруя, что все это происходило, мы уже опираемся на этот опыт, и нам уже сейчас не нужны такие чудеса. Мало того, мы вспоминаем слова Господа, обращенные к апостолу Фоме, ты веруешь, потому что видел блажение те, кто не видел и верует. То есть, мы вот относимся как раз к вторым, мы не видели, но веруем. То есть, мы в какой-то степени счастливее апостола Фомы, хотя, казалось бы, вот он потрогал, да, можно сказать, Господа, он с ним вкушал тайную вечерю, он видел все это, он видел раны на руках его, на ребрах, то есть, он все это видел от воскресшего Христа. А Господь ему говорит, обложение те, кто не видел этого, а это как раз мы. То есть, здесь может быть ответ в том, что действительно, вот Господь, чтобы нам больше дать, меньше показывает. Господь говорит, дерзай, то есть, не бойся, черь, дочь, вера твоя спасла тебя, иди с миром. То есть, вера не потом тебя спасет, а уже спасла. Что же это за такая спасительная вера? Ну, спасла, в данной ситуации, она спасла ее от болезни, да, если так вот, прямым текстом, да, понимать это. Потому что мы всегда понимаем, сначала прямое повествование, а потом мы за этим прямым повествованием уже видим углубленный внутренний смысл, да. Даже были такие две школы, антиохийской и александрийской школы, которые трактовали священное писание, кто-то вот прямолинейно, а кто-то, так сказать, более иллюзорно, аллегорически. Ну, вот здесь мы видим прямое, это спасение от болезни, дерзай, иди с миром, успокойся, ты правильно все сделала. А второе вера, то, что она через это исцеление, она не просто исцелилась от телесной болезни, хотя это тоже важно, она исцелилась от духовной смерти, потому что она обрела веру в Господа, Иисуса Христа. И это самое важное в ее жизни, чтобы так бы она, если бы не было бы этой болезни, представьте, она была бы здоровая, счастливая, жила бы там в замужестве, имела бы детей. Тем более у нее было много денег, как мы считаем. Да, деньги у нее были, состояние у нее было, которое она потратила на врачей, и ничего, так сказать, ей ничем не помогли. Если бы она не болела, она бы и не обрела веру в Господа, а значит бы, что духовно бы умерла, потому что без веры человек умирает, духовно, после смерти телесной. Здесь же Господь говорит, вера спасла тебя, то есть ты приобрела ту веру, которая спасла тебя от вечной смерти. Вот это самое важное в этом, аллегорически, если разбирать эти слова. То есть как бы две веры, два спасения. Сначала здесь земное, простое от болезни, а самое более важное уже вечность, конечно. Следуем дальше с вами по отрывку Евангелия, по притче. Господь приходит в дом к начальнику синагоги, Иаиру, и вот здесь у нас резонанс, так входит слова, смеялись над ним. Ведь девочка умерла, а Господь сказал, что она не умерла, а спит, и смеялись. Вот как это возможно? То есть горе, и тут вдруг смеются. Ну, конечно же, смеялись не родители девочки, явно. Родителям не до смеха, да, когда у них ребенок на их глазах умер, тут им какой тут смех? Они вот там слезами умывались. Смеялись те люди, которые были внешние, которые были случайные. А это кто были? Это наемные плакальщицы. Тогда был такой обычай, что если кто-то умирал, уже, как мы видим, пригласили плакальщицы, то есть создали уже целые... Сверельщики там были. Да, сверельщики. То есть те, кто уже, так сказать, готовы были к погребению, то есть все вот эти вот обычные, так сказать, традиционные методы проводов уже тела умершего, уже были... В те времена, да? Да, да. На тот момент времени они были уже запущены, уже были все позваны, всем уже заплатили наверняка за это. И они это делали. Они, представляете, пришли, значит, плакальщицы, которые должны плакать. Бить себя в грудь, почитать. Да, ну, такую вот показуху ставить. Пришли сверельщики, пришли кто-то там, кто должен был облачать ее, омывать ее, нести там в гроб. А тут им говорят, а что вы тут плачете-то? Она же живая. Конечно, так как у них не было никакой боли сердечной, о умершей девочки, они просто исполняли свои обязанности за денежки. Они говорят, слушай, да и что ты тут говоришь-то? И стали смеяться над ним. И тогда что Господь? Он просто их выгнал всех. А почему вообще мы видим часто, да, в самые такие трагические моменты жизни земной Господа Иисуса Христа смеялись над ним? Потому что много было людей, которые не верили. То есть ложь над истиной смеется, наверное. И что самое страшное, гордились. Да, они превозносились даже над Господом и всегда пытались, знаете как, смех он иногда обижает человека, особенно если он неправедный смех, с издевкой смех. Вот здесь смех с издевкой мы видим, и этот смех с издевательством мы видели, и когда на кресте Господь висел, проходили и кивали головами, ну что, как спасающие других, что сам себя спастит не можешь, да, то есть издевались. Вот это издевательское, оно всегда присутствовало с Господом, потому что завидовали. Первое, потому что по гордости не хотели допустить, что он Бог, то есть они ниже его, он как Бог выше их, да, не хотели этого допускать. И всячески пытались его оскорбить. Это, конечно же, оскорбление. Ну, часто, наверное, в нашей тоже жизни можно видеть, как над верующими людьми все-таки люди смеются. И этот смех, ну, так сказать, не от большого ума происходит. Почему? Потому что мы все равны, то есть мы все умрем. И смеющиеся над верующими, и верующие, не смеющиеся, мы все умрем. И вот там основной ответ на вопрос и будет. Собственно, правильно ли мы веруем или неправильно, что мы веруем, а на самом деле там после смерти ничего нет. Но мы-то ничего не потеряем, верующие. Если там после смерти ничего нет, как размышляют неверующие, то мы ничего не теряем. Мы здесь жили, хорошо, и туда перейдем, что там будет, не будет, да, для неверующих. Что мы потеряли? Ничего. А вот те, кто не верует, они потеряют все, если они ошиблись. Вот у них как раз, ну, как говорят, или пан, или пропал. Вот они пропали. Если все это есть, если верующие правы, то тогда у них будущего нет, и они зря смеются над верующими. Лучше к этому относиться с уважением, по крайней мере, и, ну, не издеваться. Почему Господь выгнал вон толпу? Что Он этим хотел показать? Ну, Он хотел этим показать, что, во-первых, Он видит их отсутствие любви к умершей девочке, видит, что они здесь чужие, случайные люди, и оставил здесь только тех, кто действительно скорбит и действительно верует. Потому что для случайных людей показывать чудеса бесполезно. Там Господь в другом месте Евангелия говорит «Не мечите бисер перед свиньями, дабы не обратились и не потоптали вас». Да, вот именно здесь вот как раз эта фраза и совершилась. То есть Он их выгнал отсюда, потому что они бы всё равно это не восприняли бы. Правильно. И что потом ещё и на стражном суде это им ещё не вошло? И следующий, да, уже, то есть это как бы прямое. Мы вот всегда Антиохия и Александрия вспоминаем, да, сначала первое действие, что, ну, что перед ними показывать чудеса, если они уже издеваются над Господом своим смехом и показывают неверие полнейшее. А второе, конечно же, по любви к ним, если бы они это произвели, Он сотворил чудо воскрешения, они сказали, а, так чё, какое чудо, она просто спала, это мы ошиблись. Они бы за это были наказаны на страшном суде. Это же богохульство. Да, на страшном суде это им вменилось бы в ещё худшее, поэтому Он их просто выгнал. Почему Господь говорит, что девочка не умерла, но спит, ведь она же действительно умерла? Но для Господа все живы. Мы это читаем в Священном Писании, и Господь нас видит и живыми, и уже в том мире, и в этом мире, и ещё даже нерождёнными у нас. То есть с приходом Господа все живы, да? Мы, вот что самое интересное, вот я всегда вот этой, так сказать, мыслью, с радостью делюсь со всеми. Мы уже вечные. Веруем, не веруем. Родились мы только или уже в старости. Мы вечные. Мы уже увидим кончину света, мы уже видим ангелов, и архангелов, и царство небесное, и ад мы увидим. Мы увидим всё, как Господь сотворил этот мир. У нас впереди столько всего интересного, что, ну как этим, не радоваться этому? Огромное количество интересных событий нас ждёт впереди. Это всё равно, что если сравнивать с человеческими мерками, представляете, вот вам там досталась путёвка, ну не знаю, в какое-то место, где вы никогда не были. Вы в предвкушении этого места, какие там красивые там природа, там погода, какие-то условия жизни другие, совсем может быть питание, что-то другое. Вы уже в предвкушении этого находитесь. Вот верующий человек здесь, живя, он в предвкушении всего этого находится. Да, только самое главное, где нам оказаться, с какой стороны, когда там тоже страшный суд будет. Как всё красиво, хорошо, но будет где-то где-то мы. Ну конечно, не надо забывать об этой части, да, впереди грядущих событий нас, так сказать, ожидающих. Не надо об этом забывать, и это нас предостережёт от неправильных поступков. Конечно же, согласен полностью. То есть, не надо вот в такой, как сказать, в эйфории, да, вот это слово забыл, да, в эйфории пребывать. То есть, надо быть реалистами, стараться и в этой реалии пребывать, и таким образом сохранять всё-таки упование на Бога, потому что спасение не от дел человеческих, а от веры и от Божьей милости к нам происходит. Только от этого спасения человека происходит. Вот это надо не забывать. Господь все время нам говорит, бодрствуйте и молитесь. Да, да, это мы часто забываем об этом, об бодрствовании, а потом думаем, а что-то я сорвался, а что-то я вот здесь что-то там не подумавшись сделал, а почему-то я вот здесь, так сказать, что-то как себя вёл, как будто вот как во сне всё это прошло, да, вот даже такая фраза, как во сне что-то для меня всё это прошло, а потом думают, что ж такое-то, а те, кто уголовно наказуемое преступление совершил, они говорят, да как же я это мог сделать-то, вот сейчас я даже не представляю, как он на меня что-то нашло. Страстью оступился человеку. да, вот не бодрствовал и допустил страсть. И вот этот вот момент, когда человек не бодрствует, когда он спит, когда он не бдит над своей душой, над своими чувствами, желаниями, поступками, тем более словами, он может такого наградить, такого натворить, что потом будет раскаиваться. Да, одеяло ходит и рыщет. А бесы именно этих людей и ждут, как те, которые не бодрствуют, те, которые их пропустят в свой внутренний мир и те, которым можно легко манипулировать. Кто легко манипулируемый? Тот, кто спит. Тому, которую, так сказать, легко одурачить, когда он совершенно не контролирует, что происходит с ним. Значит, из этого мы исходим, что бодрствуем всегда. Когда Господь воскресил девочку, девочка встала, и Господь велел дать ей есть. Вот такой момент. Ну, опять первое, так сказать, это человеческое разумение. Ну, конечно же, она умерла. Конечно же, ее силы были истощены. Она наверняка еще болела перед смертью какое-то время. То есть, телесные силы были ослаблены. Как восстановить эти силы? Только, конечно же, питанием, ну, чем еще подкрепить силы телесные. Господь сказал, дайте ей поесть. Но второе размышление, которое уже более глубокое духовное, а не телесное, мы видим, что без питания не только тело умирает, но и душа человеческая. И если мы помним, что на тайный вечер Господь дал нам вкушать свое тело и кровь, то наверняка и здесь Он, прозревая будущее, так сказать, причастие, говорил, дайте ей есть. Ну, уже потом, когда это уже совершится, не забывайте, что есть такая фраза, опять же, в Евангелии Господь говорит, тот, кто не вкушает тело и крови моей жизни не имеет. И вот сейчас я ей дал жизнь здесь земную, но если вы не дадите ей истинной пищи, то она потеряет жизнь вечную. Это надо не забывать. какая связь между исцеленной женщиной и воскресшей девочкой? Связь только в вере, я думаю. Только там была вера самой исцеленной женщины, то есть ее вера спасла ее, как Господь сказал. То есть только чудеса случаются, когда подвиг веры совершается? Ну, конечно же, если мы не веруем, какое можно совершить чудо? Даже есть такая фраза, текст такой в Евангелии, что когда Господь пришел в свой родной город, там, Назарет, то не мог совершить там никаких чудес, потому что не веровали в него. И он даже сказал, нет пророка в своем Отечестве. Это знакомая нам всем фраза, она из Евангелия. То есть даже Господь, удивительно, Бог, который повелевает всеми стихиями, и море говорит, затихни, успокойся, и шторм прекращается. А вот для людей Господь не мог совершить чудо по их неверию. То есть наше удивительно, наше неверие может закрыть двери пред силами Божьими. И наоборот, наша вера может открыть эти двери, и мы горы можем переставлять по вере. Число 12 фигурирует в этом отрывке, да? То есть 12 лет женщина страдала, 12 лет девочке было. 12 лет мы видим и Господу было, когда Он пришел в храм и там остался, потом родители поискали. Что символирует число 12? 12 апостолов, 12 первоиерархов народа израильского, много, 12 чинов ангельских. То есть это число божественное, Господь его вводит в наш мир по своему разумению, как и число 7, тоже божественное число, и оно символизирует присутствие божественного промысла в этом мире не только на природе материальной, не словесной, но и в словесной природе человеческой число 12 также божественное число присутствует. То есть, наверное, число избранников большей частью, да, получается? Да, это и там 144 тысячи, мы читаем, откровениях будет, так сказать, это число 24 старцев сидящих на престолах и судящих. То есть мы все это видим, то есть это дважды по 12, ну, потому что 12 пророков ветхозаветных, 12 апостолов, вот они 24 будут сидеть. У нас остается совсем немного времени, полтора минуты. Обязательно с вами, давайте скажем, в воскресенье будет праздник, да, собор Архистратига Михаила. Да, всех приглашаю на службу, у нас будет и ранняя служба в 7 утра, и поздняя в 9 утра, поэтому приходите. У нас просто есть нижний храм, храм Христа Спасителя в цокольном этаже, Архангел Михаила, всех небесных сил из плотных, и так как наши ангелы-хранители нас всю жизнь сохраняют, то мы, конечно же, им должны воздать должное, помолиться и поблагодарить их за это. Поэтому всех приглашаю. В Нижнем храме в 7 будет, а в соборе Святой Троицы будет в 9. Ну и заодно те, кто придут, смогут услышать то, о чем мы сегодня с вами разговаривали. Это Евангелие, мы еще раз почитаем. Благодарим вас, что вы к нам приехали, приезжайте еще. Спасибо, Господи, до свидания. На сегодня все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok